Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре кроссовер Havail F7. На видеоавтомобиль в комплектации Elite, с бензиновым мотором объемом 1,5 литра турбо, с передним приводом и с роботизированной коробкой передач. Цвет автомобиля – черный металлик. На автомобиле установлен пластиковый обвес черного цвета по периметру кузова. Колесные арки декорированы черными пластиковыми накладками. Диски литые, 17-дюймовые, шинами размерностью 225 на 65. Задние тормоза – дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Рейлинги окрашены в серебристый цвет. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с четырьмя кнопками. Автомобиль оснащен системой без ключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений комбинированная, из ткани и эко-кожи. Водительское кресло оснащено электрическими регулировками. С помощью электропривода в сидении можно двигать вперед и назад, поднимать или опускать и регулировать наклон спинки. Память электропривода сидения не предусмотрена. Включим автомобиль с помощью кнопки старт-стоп. Автомобиль оснащен цифровой панелью приборов. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни, ближний свет и противотуманные фары. Указатели поворотов. Левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащен светодиодными фарами. Передние противотуманные фары светодиодные. Передний парктроник не предусмотрено. Тонировка сделана дилером дополнительно. Клиренс автомобиля составляет 190 мм. Задние фонари светодиодные. Задняя противотуманка расположена посередине в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. Кнопки управления центральным замком. В этом положении джойстика активируется система электроскладывания боковых зеркал. Регулировка боковых зеркал осуществляется с помощью этого джойстика. 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 Кнопка включения системы помощи при движении по склону. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопки справа на руле отвечают за выбор информации, выводимой на панель приборов. На дисплей можно вывести информацию маршрутного компьютера, индикацию системы мониторинга давления в шинах, информацию мультимедийной системы и настройки автомобиля. Кнопки справа на руле отвечают за управление круиз-контролем. Кнопка включения электрообогрева руля. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 12,3 дюйма. В составе акустической системы 8 динамиков. Встроенная навигационная система не предусмотрена. Мультимедийная система поддерживает радио. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио, коммуникацию со смартфоном и присоединение внешних устройств через USB-разъемы. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Доступна регулировка громкости, выбор радиостанций или треков и управление мобильным телефоном. Климат-контроль двух зоной. Регулировка интенсивности обдува. Регулировка температуры с водительской стороны. Регулировка температуры с пассажирской стороны. Иконка синхронизации передних зон климат-контроля. Выбор направления обдува. Иконка переключения рециркуляции воздуха. Иконка AC отвечает за включение кондиционера. Иконка включения электрообогрева лобового стекла. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Передние кресла оснащены подогревом. Подогрев трехрежимный. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. В потолке предусмотрено освещение для водителя и пассажира. В потолке предусмотрена кнопка системы Aero Glonass. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на второй ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В боксе предусмотрена ниша для мелочевки. Подлокотник регулируется по вылету. В центральном тоннеле предусмотрены подстаканники. Бардачок без подсветки, отделан пластиком. Под центральной консолью предусмотрена розетка на 12 вольт и два USB разъема. Кнопка отключения системы стабилизации. Автомобиль оснащен системой переключения режимов движения. Водитель может переключаться между режимами спорт, снег, эко или стандарт. Ручной тормоз электрический с функцией автохолд. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач роботизированная, семиступенчатая, с двумя сцеплениями мокрого типа. При включении задней передачи активируется задний парктроник и камера заднего вида. Управление коробкой передач осуществляется с помощью джойстика. Режим паркинг включается отдельной кнопкой. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи с помощью подрулевых лепестков. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Теперь перейдем к осмотру второго ряда сидений. Посмотрим на карту с задней двери и на второй ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Салон от багажника отделен шторкой. Заднее сидение с центральным подлокотником. В нем предусмотрены подстаканники. В спинках передних кресел предусмотрены карманы для вещей. Между передними креслами предусмотрены дефлекторы и вентиляция. Задние сидения оснащены двухрежимным подогревом. Для пассажиров предусмотрен USB разъем. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается не полностью. на двери предусмотрена ручка с крючком и освещение. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 723 литра. Боковины и пол багажника отделаны ворсом. В оснащении багажника предусмотрены крючки для крепления сумок и освещения. Под полом в багажнике расположено запасное колесо и органайзер с набором инструментов. Для сложения спинки необходимо потянуть за петлю. Задние сидения складываются в соотношении 60 на 40. Задние сидения складываются без ступеньки. Объем багажника при сложенных сидениях составляет 1443 литра. Для закрытия багажника предусмотрена ручка. Лючок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объем топливного бака составляет 56 литров. Теперь заглянем под капот. Капот фиксируется с помощью двух пневмоупоров. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный, бензиновый, четырехцилиндровый, объемом полтора литра, с отдачей 150 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели кроссовер Havail F7. В комплектации Elite, с бензиновым мотором объемом полтора литра турбо, с передним приводом и с роботизированной коробкой передач. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DROM. Ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Havail Automir Люблино. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч!